А сейчас на эту сцену я хочу пригласить гостей из Таджикистана Самый высокий чек в структуре у Анны и Антона Это национальные директора Райхона Абдурахманова и Джахангир Аблихаджаев Встречаем горными аплодисментами! Я вас обожаю! Добрый вечер! Проект Фаберлик Онлайн! Амагасалон из Таджикистана! Меня зовут Джахангир, это моя прекрасная супруга Райхона И мы хотели с вами сегодня поделиться немного о нас, о нашей истории Как мы пришли и как мы росли в компании Фаберлик Прежде чем начать, вот буквально два дня назад у нас приключилась такая история Вот мы в Гамме поселились и встречались с вами с многими часто, много раз Очень многие, как потом мне сказали, стесняются к нам подходить Думая, что раз они национальные директора, значит какие-то они уже люди высокого полета К ним нельзя подходить Вот буквально два дня назад мы со своей структурой были вот здесь в торговом центре Измайлова Кто там был? Знаете? Так вот, когда мы сюда подошли, мне просто потом один лидер рассказал эту историю Мы просто выбирали, что покушать А сзади там, в столиках, сидели, так скажем, лидеры из нашего проекта И одна сказала, смотри, смотри, это Джахон Бьюр Сайхонный А вторая, да нет, ты че, они по таким местам не ходят Не всегда так было То есть Как мы пришли вообще в МЛФ? То есть После нашей свадьбы Я работал вообще в России, в Ямаланинском автономном округе, в городе Ноябрьск Это считается как крайний север После нашей свадьбы я ее увез с собой Потому что, ну, и у нее, и у меня есть высшее образование Но, если честно, не сложилось То есть, могло бы сложиться, но нас не устроила наша, как бы, скажем, будущая заплата В общем, я работал в СТО, автослесарем обычным А она сидела дома Но, так как этот человек очень активный Сейчас она сама расскажет Ей не хотелось сидеть дома И пошло-поехало Всем привет еще раз В общем, как муж сказал Я, на самом деле, из детства привыкла, как сказать, заработать деньги Я вас не знаю, но я очень люблю деньги Ну, вас не знаю, как вы любите, но я очень люблю Потому что мы с детства выросли из отца Были трудности Но нас воспитали так Дедушка сказал, что завтра что будет, что нет Но чтобы у тебя был свой доход Чтобы ты не зависела от никого И я помню Давай Я не знаю Это твоя Стоять В общем Ну, давай В общем Мы с сестренкой Как сказать С 7-8 лет Начали зарабатывать деньги У нас очень много методов Вот недавно Многие перечислили Кто бухгалтером работал Кто менеджером Но я сейчас начинаю У меня больше 50, может быть В общем Дедушка у нас продавал сухофрукты Вот Кто знает вот эти фисташки, как делаются А это мы делали дома сами Как делаются сухие То есть Спелые фисташки Не готовые Мы дома Каждого Молотком били Потом На соленую воду Кидали Открывались Вот эти фисташки Потом С маслой Обжарили И готовые Вам фисташки Но это очень колоссальный труд Поэтому эти фисташки Дорогие Еще Летом Мы с сестренкой Тогда У нас вот эти Минеральные воды Газ, вода Вот эти Которые продаются В газированной воды Можно Почти Что не было И Мы С сестренкой Продавали на рынке Чай Холодный чай Да Потому что В чайниках У меня Чай В чайниках Чай был А у сестренки Эти бокалы Ой Сложно Она просто вспоминает И Ну После этого Она стала Когда уже чуть-чуть выросла С девятого Да, класса? С девятого Класса Она начала Участвовать в разных Организациях В основном Эти организации Были Американские Юсей АИЦ Анти И так далее И тому подобное Ну В первое время Она была там Как волонтер Ну а потом Ее взяли туда Координатором Еще С девятого Класса Дальше С девятого Класса Я получается Работала И училась В школе И параллельно Работала В организации Как волонтер Нам сказали Вы будете Проводить тренинги В школах Про профилактики ВИЧ Спит И наркомания И за ваш Каждый тренинг Мы будем вам Выплачивать Деньги То есть Это для нас Был хороший бонус О, я волонтер И в общем Я училась И до Одиннадцатого Класса Еще Продолжала Работать После Окончания Школы Поступила Университет И Меня Параллельно Сказали Вот Уже ты С района Переехала В город Где я учусь И организация Там Главной офис Организации Находилась В городе И меня Сразу взяли На работу Я была Тренером И Меня С первого курса Потом сказали Обмен опыта Ты Поедешь В Германию Ну Получается Я первый курс В Германии Обмен Опыт Волонтерство И я Тогда Увидела Масштаб То есть Жизнь Оказывается Не только В Таджикистане Потому что В Германии Все там Красиво Я В аэропорту В 2007 Году Мне надо было Менять деньги До сих пор Я в России Этого не видела В Германии Я у всех Подходила Говорим Разменяйте мне деньги Они говорят Вон там Автомат Засунь туда деньги Какие купюры Тебе нужны Нажимай Тебе Они дадут Я тогда Была в шоке Ну в общем Я себе Обещала Что я Буду жить То есть Буду Побольше путешествовать Чтобы Как сказать Не только Жить Только в Таджикистане Хочу Побольше путешествовать И Посмотреть Мир И Второй курс В 2008 Году Я стала Уже Координатором Молодежного центра Да Координатор Молодежного центра И Получается Я Директор Молодежного центра И у меня Сотрудники Я второй курс И меня отправляют В Голландию Потом Приезжаю Появляется Джохунгир У нас И Потом После свадеб Получается Джохунгир Говорит Где муж И там Жена Я тебе Обещаю Ты будешь Работать Не будешь Дома Сидеть Но Не будешь Только в Таджикистане Шоу 2009 год Зима На улице Минус 60 Почти что Где у нас Из Пурпе Из человек Может подтвердить Это Ноябрьск Это Ноябрьск Да На улицу Нельзя выходить Ее Нигде На работу Не берут Так как Она Является Мигрантом У нее Нет никаких Документов То есть У нее Была куча Сертификатов Куча Документов Того что Она работала В организациях Мы пошли В некоторые Организации Все хотят Ее взять Но Никто не может Ее Обустроить И все Нам отказывают Ну Она Начала Дома Чем-то заниматься Она начала Вышивать Потом Я ей купил Машинку Она начала Машинки Вышивать Продавать Потом Мы по ночам Делали Какие-то Орешки С предсказаниями То есть Мы хотели Как-то Выйти Из этой Рутинной Жизни Так скажем Да Стать Какими-то Бизнесменами И вообще Покинуть Этот Ноябрь Вот И в один Прекрасный День Я прихожу С работы С работы Она такая Радостная Меня Встречает Я нашла Работу Короче Классно Никуда Не надо Идти Надо Просто Сидеть Дома И зарабатывать А знаете С детства Еще Меня Отец Приучивал Потому что Он Когда-то Был Участником МН И вот Он С детства Мне Рассказывал Что Вот Эти Все Организации Это Точно Лохотрон Никогда Не Ведись Вот Все Что Тебе Обещают По По Любому Одни Мошенят Я Говорю Вот Знаете Есть Такая Пословица Чем Бо Дитя Не Тешилось Лишь Бо Не Плакало Я Говорю Хорошо Хорошо Работай Я Она Сидит В компьютере Я Прихожу С работы Она Я Встаю Два Часа Ночи Она Сидит Проходит Шесть Месяцев Шесть Месяцев Проходит Я С работы Прихожу Она Такая Кричит Я Директор Нифига Себе Я Блин Три Года Работаю С И у Меня Подчинение Никого А Она Пришла Через Шесть Месяцев Директор Но Первое Время Я Не Передавал К этому Значению Честно И Знаете Что Началось Началось Я Всегда Люблю Это Слово Это Она Запустила Шарманку Знаете Девушки Вы все Знаете Как Оно Делается Просто Не Признаетесь Вы Запускаете Шарманку И Вот Эта Шарманка Повторяет Открой И Открой И У нее Документов Нет Она Не Может А у Меня Были Тогда Еще Документы Я Стал Гражданином Открой И Я Говорю Я Не Буду Открой И Встаешь Открой И Ложишься Открой И И Идешь В Туалет Открой И То У Нас Шарманка Запустилась Мне Чтобы избавиться Пришлось Открыть ИП Я Первый раз В жизни Получил Свою Пастикую Карточку Я Еще Даже Не Знал Как Ей Пользоваться Потому Что Мы В То Время Еще Работодатель Мне Всегда Давал Навам То Мы Везде Расплачивались Навам И Карточки Только Знаете Таких Богатых Которые Приезжали У них Я Открыл Свою Первую Карточку Если Честно Я Даже Не Знал Как Ей Пользоваться И Проходит Где-то Две Недели Я С Работы Прихожу Она Говорит У Нас Короче Зарплата Можешь Карточки Снимать Деньги Я Внутри Говорю Конечно Конечно Я Сам Не Верю Потому Что Знаю Что Это Стопудово Лохотрон Я Знаю Мне Еще С Детства Учили Вот И В Обед Еду На Работу И Думаю Да Извини Мало Ли Вся Как Бывает А У Нас Как Раз По Дороге На Сбербанка То есть Банк Заходите Банк Там Большой Пойе Там Четыре Банкомата Стояло А потом Уже С пойе Можно Было Зайти В банк Я Захожу Вставляю Карту Нажимаю Там Пин-код Нажимаю Проверить Баланс И В балансе Показывает Сто Двадцать Одну Тысячу Рублей В то Время Самый Максимальный Месяц Я получал Где-то Тридцать Тридцать Пять Тысячу Рублей А там На Балансе Сто Двадцать Одна Тысячу Я Не Поверю Я Вот Вижу Что Баланс Показывает Сто Двадцать Одну Тысячу Но Я Не Верю Знаете Что Думаю Если Сейчас Нажать Кнопку Выдать Придет На Телефон СМС Чтобы Получить Эти Деньги Вам Нужно Отправить СМС Кодом Такой Куда Только После Этого Мы Выдадим Нажимаю Выдать И слушаю Как Банкомат Читает Деньги И Эти Буквально Три Или Пять Секунд Продлились Наверное Как Целый Год Я Вот Стою И Жду Выдаст Или Не Выдаст Все Так В Какой То Момент Банкомат Вытаскивает Вот Такую Купюру Я Беру И Бегу В машину И Бегу Думаю Вот Вот Сейчас Кто-то Выбежит Из Банка Скажет Это Не Ваши Деньги Верните Обратно Вот Представляете До Каких Костей Я был Загорелым Пессимистом Что Я Не Верил Что Возможно Через Интернет Зарабатывать Деньги Так Представляете Я Еще Карточку Забыл Я Прибежал В машину Сел Залел Вот Выехал Из Парковки Потом Вот Выезжая На дорогу Вспоминаю Что Я Карточку Забыл Закрываю Машину Прежде чем Закрыть Я Обязательно Сначала Спрятал Деньги Мало Ли Может Кто-то Придет Скажу Я Не знаю Я Никаких День Не Брав И Вот Когда Я Только Переступил Порог Дома Я Поверил Что Можно Оказываться Сетевом Зарабатывать Деньги Но Это Не Был Не Была Компания Алифлэйн Ой Победы Извините Это Была Сетевая Другая Сетевая Компания Которую Мы Не Называли Но Она Начинается На О Аня Сможешь Ту фотку Скинуть А Скинула Посмотрите Пожалуйста Все Чат Как Называется Чат Москва Можете Посмотреть Вот Там Есть Фот Интересная Кругая Все Посмотрели Узнаете Не Узнали Еще Присмотритесь Это 2012 Год Мы После У нас Было Большое Мероприятие От той Компании Нас Пригласили Первый Раз В Москву После Мероприятия Мы Окреленные Мотивации Сказали Мы Этот Бизнес Будем Делать В Таджикистане Но Так Как Компания Официально Не Работала В Таджикистане Мы Начали Сами Организовывать Доставку Туда И Вот Одна Из Первых Партий Которые Я Сам Прилетел Сюда И Со Своим Одноклассником Мы Поехали В Их Специальный Центр СЦ По-моему Она Называлась Я Не Помню Честно Ну В общем Через Несколько лет Появляется Комсомольская Правда Да Или Какая Правда Есть Газета Такая Московская Правда Что-ли Что-то Такое Или Комсомольская Правда Мне Мой Одноклассник Кидает А там Знаете Какая Статья Статья Такая Интересная Как Же Трудно Приходится Секс Меньшинством Из Средней Азии Я Знаете Сколько С ними Ругался Чтоб Они Эту Подку Убрали Вначале Было Не Сложно Потому Что Структура Была Маленькая Мы Как бы Успевали Мы Отправляли Поездом Да Бывало Оно Основном Дорогие Парфюмы Крема Терялись Мы Как бы Платили Из кармана Думали Ничего Ничего Вот Скоро Все Будет Хорошо Но Структура Росла Мы Доросли До уровня Золотого Директора И Поезда Уже Перестали К нам Ехать Или Даже Если Ехали Их Очень Сильно Шмонали Оббирали Поэтому Мы Начали Отправлять Все Это Обычными Таксистами Таксисты Такие В этом Фургонах Которые Ездят Вот И В какой-то Момент Случилось Так Это Называем Переломный Момент Когда Мы Почему Очень Многие Спрашивают Почему Вы Ушли Вот Почему Мы Ушли Потому Что Как Мы Работали Вот Чтобы Получить Продукцию Мы Брали Мы Предоплату Людей Мы Собирали Деньги Отправляли Москву Мой Одноклассник Здесь Оплачивал И Потом Все Это В мешках Отправлял Нам Так Машину Остановили Из Контрабанды Все Отобрали Все Отобрали А там Продукция Больше На 60 Тысяч Долларов Больше 600 Тысяч Рублей Ну На Сегодняшний Курс 60 Тысяч Долларов Правильно Или Они Правильно Ну Вот 600 Тысяч Больше 600 Тысяч Рублей То Что Случилось Случилось Крак Люди К нам Начали Приходить Домой У нас Вы знаете Мы Были Золотыми Директорами Мы Получали Но Вся Наша Зарплата Уходила В наш Бизнес Мы Думали Вот 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 Будет Хорошо Ну Вот Это Хорошо Вот Нам Говорили Мечеть Работаете Да Почти Мы Работали Как Мечети То есть Мы У нас Никакого Почти Дохода Не было Потому Что Все Уходило Туда В бизнес В бизнес Мы Думали Что Если Мы Покажем Компании Как Мы Здесь Ростом Компания Приедет И Откроет Нам Официально Этот Центр Они Таки Обещали Ну Нам Обещали Да Они Таки Нам Обещали Сказали Если Будет Бриллиант Ветка Найдите Нам Ситуацию Такой Мы Вам Откроем Но Потом Мы Уже В долгах К нам Домой Уже Начали Люди Ходить Спрашивать Деньги И Так Я Аню Пропустила Аня Тогда Я Когда Я Работала В той Компании Аня У меня Была В структуре Я Была Наставник АН В общем Мы В хороших Отношениях С Аней Рассказали Она Сказала Рай У меня Что-то Не Получается Я В одном Месте Топчусь И Я Скоро Выйду На работу В садик Говорю Я Тебе Понимаю Давай Где Тебе Угодно Давай Работай И Получается У нас Ничего Не Получилось И Начала Искать Мне Надо Было Найти Деньги Чтобы Погасить Долги Потому Что Люди Каждый День Ко мне Домой Проходили Сказали Что Мы Мошенники И Это Было Очень Больно И Мы Хотели Обратно В Россию Как Мигранты Не Хочется Потому Что Совесть Мучает Я Говорю Давай Где Найдем Деньги Какой Нибудь Работу Только Не Сетевой И Потом Аня Вышла Через Скайп Я Зарегистрировалась И Я Честно Не Работала Тогда В интернете Только Я Уже Знаю Что Такой Сетевой Начала Опять По своим Но Те Люди Которые Со мной Работали Они Со мной Вообще Не Хотели Работать Потому Что Знали Что Мы Опять Будем Обманывать Я Все С нуля Начала Но У нас Получается 9 каталогов Открыли Директора Потом Стаж Серебро Золото И Вот Так Пошло У нас Фаберлик И У нас Сейчас Очень Большая Команда Из Разных Стран Ой Мы Считали С мужем Сколько У нас По Таджикистану ПВ У нас Больше 15 ПВ В Команде Но У нас Мы Вот Вчера Когда Нашего Директора Лидера Поздравляли На сцене С Парлянтом Подтвержденным И Я говорю Можем Помнишь Мы Мечтали Подтвердить Звание Бриллианта Оказывается Вот Наши Уже Делают Это Как Сказать Вам Наша Мечта Это Не наш Потолок То есть Надо Выше Мечтать И Мы Обещали Вчера Аня И Руководство Сняли Видео Сказали Что Все Мы записали Обещали Партнера Да И еще Напоследок Хотелось Добавить Вот Подойдите К любому Лидеру К любому Именно К лидеру С уровня Так скажем Директор Медиректор Серебряный Директор Золотой Директор Рубиновый И выше К любому Подойдите У всех Есть Такая Грустная История Не бывает Такого Что человек Просто так Ему было Делать Нечего Он Пришел И В один Прекрасный День Стал Бриллиантовым Директором У всех Была Какая-то Беда Поэтому Они Старались Просто Нужно Чуть-чуть Постараться Почему Очень многие Спрашивают Какой Секрет Нету Секрета Секрет Только в том Что у нас И у меня И у нее Горело В одном месте Горело Нужно было Отдавать Долгую И мы Не спали Вот Секрет Всем Спасибо